Сразу несколько глянцевых журналов Китая отказываются от выпуска печатных изданий. Они уходят в интернет вслед за своими читателями. Новые онлайн-платформы быстрее реагируют на последние тенденции в мире моды. Да и стоят в разы дешевле. А часто ничего не стоит. В последний путь популярные женские журналы проводили наши корреспонденты. 15 лет журнал Relief Fashion считался обязательным к прочтению всеми модницами Китая. Но декабрьский номер популярного глянца станет последним. Одно за другим с газетных прилавков пропадают некогда любимые издания. Новое поколение читателей предпочитает следить за модными тенденциями онлайн. Раньше я покупала журналы, не пропуская ни одного выпуска. Но сейчас я редко это делаю. Журналы очень тяжелые, их трудно носить с собой. К тому же я не знаю, что с ними делать, когда они скапливаются дома. И я не думаю, что они чистые. Так что теперь я читаю все о моде на телефоне с помощью мобильных приложений. От кризиса печатных изданий больше всего пострадали модные журналы. Как показал опыт, для того, чтобы написать о последней коллекции известного дизайнера, много опыта, а кому-то много ума не надо. Очень быстро самые бойкие блогеры обзавелись армиями своих последователей. Самые знаменитые даже начали получать приглашения на модные показы. Такую конкуренцию даже глянец мировым именем выдерживает с трудом. Рекордным для отрасли был 2010 год, когда проходила выставка «Экспо», но потом началось падение спроса. Многие издания рекламировали предметы роскоши, а теперь правительство борется с дорогими подарками для чиновников. Многие фирмы сократили бюджеты на рекламу. И это сказалось на финансировании журналов. К тому же, по словам главного редактора, гонорары авторов растут постоянно. Оплаты статей и фотографий составляют больше половины всех затрат на издания журнала. Но это не даёт никакой гарантии, что потом весь этот эксклюзив не появится в интернете. А если так, то читателям нет смысла тратиться на то, что можно получить бесплатно. Вслед за потребителями в мировую сеть устремились и рекламодатели. Мы видим, что известные мировые бренды всё больше для продвижения используют онлайн-платформы. Модные блоги интересуют даже компании, которые далеки от мира мода, но ищут в этой сфере потенциальных клиентов. В интернете рекламодатели привлекают комментарии в режиме реального времени. В блогах проще найти целевую аудиторию. Но руководители известных изданий, которые тоже переходят в онлайн, конкуренции не боятся. Они уверены, большая часть модных сайтов окупиться не сможет и скоро закроется. И тогда дорогих читателей дождутся проверенные годами любимые журналы. Артур Валеев, СИСИ ТВ